В прошлый раз мы остановились на убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда Австрийского, наследника Австро-Венгерской империи. Несложно догадаться, что Австро-Венгерская империя не обрадовалась такому событию. Им уже не нравились попытки королевства Сербии спровоцировать националистическое движение. Для них Сербия была маленьким слабым государством, расположенным южнее их империи. Австро-Венгры использовали убийство эрцгерцога Фердинанда, чтобы предъявить ультиматум и потребовать без промедления привлечь всех причастных к суду, всех, кто мог состоять в заговоре с Гаврила Принципом и обеспечил возможность этого убийства. Потребовали, чтобы все они понесли ответственность за совершенное. Вообще-то, королевство Сербии совсем не хотело войны с Австро-Венгрией. Сербы пытались сделать все, чтобы этого избежать, но их усилия не увенчались успехом. И вот, 28 июля, спустя месяц после убийства эрцгерцога, австрийцы объявляют войну сербам. Австрия объявляет Сербии войну. Объявляет войну. До этого момента Австро-Венгрия думала, что Сербия — всего лишь маленькое королевство. Они славяне, и у них есть, в связи с этим, языковые связи с Российской империей. У России были такие же политические связи с Сербией, но Россия не будет воевать с нами из-за Сербии, — думали они. «Мы имеем право напасть на Сербию», — думали австро-венгры. «Они рассуждали так, ведь сербы убили наследника нашего престола, поэтому мы вступаем в войну. Россия вряд ли вступит в войну, ей не нужна серьезная стычка». Это был серьезный просчет со стороны австрийцев. Русским эта ситуация совсем не понравилась. Русские чувствовали свою тесную связь с сербами и считали, что нужно защитить братский народ. Вы можете возразить, сказав, что русские хотели мобилизовать войска, дабы напугать австрийцев, чтобы не было реальной причиной вступления России в войну, хотели ли они войны или действительно хотели защитить сербов или мобилизовать войска, чтобы напугать австрийцев и предотвратить их нападение на Сербию, российская армия, тем не менее, начала мобилизацию. Русские начали собирать армию. Именно в этот момент все военные союзы начали приходить в действие. Если вы помните то, что я вам рассказал о системе союзов несколько лекций назад, если мы перенесемся в 1879 год, это год подписания Тройственного союза между Германией и Австро-Венгрией с целью защиты от нападений русских, с целью защиты от нападений России или мобилизации российских войск. И Германия думает, что, возможно, она обязана защитить Австро-Венгрию от России. Также не стоит забывать, что в 1982 году была подписана Франко-Русская военная конвенция. Она предполагала оказание военной помощи в случае нападения. Итак, Германия подписала договор и была целиком готова к войне, потому что значительно наращивала вооружение. Но не могла просто так напасть на Россию. Германии также было известно, что Франция и Россия подписали военный договор. И Германия во мгновение ока объявляет войну России и Франции. И 1 августа, 1 августа Германия объявляет войну России. Германия объявляет войну России. И далее, 3 августа, Германия объявляет войну Франции. 3 августа Германия объявляет войну Франции, потому что она понимает, что не может объявить войну только одной из стран. Они стремились сделать это как можно быстрее, чтобы у России не было времени на мобилизацию. У них получилось сделать это очень быстро. Они объявили войну через три дня после того, как Австрия объявила войну Сербии, и еще через два дня объявляют войну Франции, потому что Германия была к этому готова. Совсем непросто внезапно объявить войну двум странам. Очевидно, Германия к этому готовилась. Такой расклад стал предлогом для объявления войны. Итак, Германия объявила войну, обеим странам — Россия и Франция. Самый простой способ для них вторгнуться во Францию, чтобы перейти в наступление, — это пройти через территорию Бельгии. Проход через территорию Бельгии. Но немцы помнили, они знали об этом договоре 75-летней давности, о статье 7 Лондонского договора от 1839 года, которая говорит о том, что Великобритания защищает нейтралитет Бельгии, а Германия совсем не хотела вступать в войну с Великобританией. Британская империя была очень сильная, у нее был очень мощный флот. Германия подумала, ладно, сконцентрируемся пока на Франции и России. И они сказали Великобритании, этот незначительный договор 75-летней давности, вы ведь не принимаете его условия всерьез, то есть если мы пройдем через территорию Бельгии, вы ведь не собираетесь выполнять условия этого договора. Великобритания ответила, вообще-то мы очень серьезно относимся к выполнению условий этого договора. Очевидно, что Великобритания не хотела германской агрессии на этой территории. Великобритания не хотела, чтобы Германия завоевала Францию. И вот 4 августа Германия вторгается в Бельгию, чтобы напасть на Францию. Итак, 4 августа Германия вторгается в Бельгию, чтобы совершить нападение на Францию. Это дает Великобритании юридическое основание объявить войну Германии. Британия объявляет войну Германии. И в течение небольшого периода времени, прошло всего несколько месяцев с момента убийства эрцгерцога Австрии и Франца Фердинанда, все крупнейшие европейские державы оказались в состоянии войны друг с другом. И как мы увидим далее, именно из-за империи очень скоро весь мир увяз в войне. Редактор субтитров А.Семкин